ну все время вспоминается как отец говорил вы видите то что ваши отцы деды не видели сейчас конечно вот удивительным образом техника семимильными шагами шагает это когда-то был как-то я люблю сравнивать думаю вот цари были простой народ как там даже небо вообще с овчинку что ли там одно писатель детского он там говорил сейчас говорит есть горшашлык по по-карски а мы горча шашлык по царски будем делать сало салом дескать это по примеру мужика который думал что цари только сало салом едят ну вот так вот получается что зачастую люди просто так ну свыкаются с тем что есть перестает ценить и у царей даже вот они ведь и не было у них радио телевизора что там больше много чего гаджетов не было все а были цари это много чего не было а потом постепенно даже вот когда громкоговорители появились насилие конце двадцатых в лучшем случае в худшем случае в тридцатых годах она даже вот радиоприемник потом радиоприемники до появились потому что перед войной не все могли себе позволить радиоприемники но они уже надо полагать существовали в некоторых семьях судя потому что с началом войны вышел указ или что там решение чтоб все сдали свои радиоприемники чтобы вражьи голоса не слушали и по рупору вещали и якобы ну этот небольшое отступление позвольте левитан его голос до столько пронимал до печенок гитлера что он там за его голову назначил сколько-то и люди ошибались думали что из москвы вещает и мы жили в екатеринбурге студентами учились в университете на журфаке на идеологическом культете и даже день печати нам никто не сказал что в екатеринбурге здесь вот тогда свердловский находился радиостанции вот где он сидел диктор левитан если не ошибаюсь на улице 8 марта но сводили бы нас на день печати кто-то из нас потом на радио пошел много такого было вот я сейчас хотел рассказать о том как людей не способны ценить то радости которые были у их родители у дедов прадедов там то вот как-то невольно сползаю в другую плоскость вот это вот сначала когда мы там где-то там где спас на крови или храм на крови что-то называется екатеринбурге я обычно с вокзала пешком еду и и в парк майковского и в университет и представитель сатарстана постоянный так и везде куда можно всегда пешком 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 в разные концы на вас на восточную улицу и все-таки вот проходя там мимо храма как он все-таки спас на крови как называется да где роман их расстреляли и мы на первых курсах там у нас фото дело преподавал кто-то и там фильме каком-то приваловский миллионы попал это здание попала двор мы там как раз вот во дворе этого здания у у нас проходили занятия практически по фотоделу считали что настоящий журналист должен водить машину печатать на машинке и фотографировать но нас научили вот фото дело их немножко учили хотя до этому многие увлекались вот и там он преподавать даже шепотом не сказал о том что вот через дорогу вот в этом месте допустим было здание инженера забыл фамилию ответе трамвай гремит это потом вспомнили скажу а народ знает вообще как раз вот именно где это которого выселили не сюда семейство и не изложенного императора николая второго поселили вот и он нам не говорил сводил бы хотя бы нам было бы интересно и шептом то могли они уже тогда не было более вегетарианский был режим это не был там тридцатый лес особенно сороковые особенно на 30 до 30 там сороковые 50-е годы режим был вегетарианский и можно было если представляете у нас там я директор дом культуры был и нас в район в районном доме культуры как-то район управление культуры собрала нас и она диктовал нам что-то там их заставляли постановили партии правительства то что-то и она говорил если скорее сейчас запишите вам анекдот про брежнева расскажу и рассказала про олимпийские кольца там анекдот брежнева представляете идеологически этот отдел районного исполнительного комитета управления культуры вот так вот прикольно было поэтому в то время можно было сходить показать вот рядом с университетом так называемый городок чекистов и что-то интересное у них же они старше нас были до для кого-то они в отцы у меня там отец мать наши например кому-то в бабушке годились по возрасту у нас в силе когда мы жили я удивился что у у моих одноклассников родители и ровесники моих старших братьев и сестры поэтому а наши преподаватели годились там уж им в дедушке они могли например они могли знать от своих родителей у нас же от дедушек бабушек много интересных вещей о жизни города вот тот же городок чекистов там еще много что-то нет почему-то у нас табу что ли был на руку наложен на это все строгое поэтому не было у нас информации о городе это вот поэтому наверное когда новый год наступал а я уехал в оренбургскую область на родину любыми правы любыми правдами неправдами на новый год домой ехал потому что меня тянуло в родное село и когда я шел на вокзал и видел там южный урал написано на боку автобуса который в челябинск шел мне это ласкало взор вот это словосочетание южный урал это типа родина моя да и так же как поезд шел из екатеринбурга в москву и через казань и всегда объявляли его как хотелось казань съездить хотя они там не сильно то были настроены любить своих земляков я когда мои знакомые у нее родственники татарстане она поехала и говорю сзади молодежную газету скажи я хочу практику пройти представляете уфа с удовольствием принимала казахстан областные газеты принимали сахалин областная газета узнали что я журфак ургу и все согласились пожалуйста куда хочешь на практику а татарстан нет у нас своих студентов достаточно это какое-то знаете плевательское отношение что как будто это их только в республике живут татары они только это знаете заслуживают а три четверти татар за пределом татарстана они значит не имеют права человек где-то журфак закончил и наш журфак то круче был чем допустим казани отделение журналистики они вообще слуху ни духу не было не был никаких там там на первых но там на слуху были журфак мг у журфак лгу журфак если что отделение журналистики омска там а то что в казани есть вообще нет вот у нас это считал что вообще крутые практика сильно у нас было и человек приехал бы и поездил по районам своих своей республики где никогда не был массу впечатлений нет не надо дескать обойдемся у нас свои мол есть выпускники а не видно все таки как-то на крен у них какой-то был почему потому что я у нас был юбилей журфака и они взяли интервью у преподавателя там татарин единственный нашелся на факультете у него взяли интервью потом у меня но так как я значит представляю журнал сатир юмор татарстане и они значит потом окончательный вариант когда вышел на телеканале татарстан новый новый век его просто удалили интервью с этим преподавателем который татарского происхождения а я так как и из татарстана оказали честь меня оставили вот видите как отношения ну к чему говорю к тому что вот не ценили тогда историю много интересного много забавного много такого загадочного много интригующего было вот в этой истории во все это рядом даже вот смотрите были люди старожилы а там бажовой дом-музей ну что-то наверное интересны было бы дам да я заходил и жалел что дедушки бажова нет на свете от обе с ним посидел чай попил бы неспешно о том о чем поговорил бы и я вот недавно написал про шукшина там о нем видео есть и говорят что он золотухина на дух не переносил и вот золотухи считал себя этим интернационалистом якобы или как а а у нас этот шукшин себя у его считали русским националистом но у нас русские националисты как известно а я кстати поклонник шукшина был я сам из села и тоже что-то меня роднило с ним из села и сельским людям тогда в городах было не совсем как-то комфортно психологически и спасало лишь то что я в екатеринбург приехал это знаете простой рабочий городок не какой-то там москва петербург и лощенный там все а именно рабочий городок поэтому наверно как-то легче было с людьми общаться и вот он о нем пишут что он ярый националист был он любил русское все культуру язык и прочее игра у нас когда перестройка пошла и когда национальный движение поднимался татарстане а не знаете общий язык быстро нашли с русским национальным движением и даже поспособствовали там эти активисты 11 что ли активист ходил добился специально чтобы открыли специальную русскую школу национальную и он когда интервью делал материал делал с ним с вардаковым михаилом и как звать он говорит это вот вот такой татарский националист он вот поспособствовал открытию он настаивал горит вот чем дело так что это у нас и на и раз клеймо повесит русский националист дескать и все и сказано или татарский националист любое слово со словом националист это ай-яй-яй как нехорошо а иной раз как раз националиста дорожит честью ну углубляться не будем в тему просто наверно завершить надо сейчас красиво как-нибудь мне вот сейчас удивительно вспоминаю там екатеринбург и думаю а сколько памятных мест действительно было сколько памятных мест было у нас воображение работала у нас преподаватель как-то значит на курсе сказал по принципу пойди туда не знаю куда принесли не знаю что и мне достался парк лесоподов россии и он говорит кто сможет публикуйте я заметку об этом в комсомольской правде умудрился опубликовать там я нашел деревянные фигуры разных сказочных персонажей вот начал я с чего вот закольцовывать буду что не ценит поколение прогресс не ценит вот допустим я сказал что цари не имели того что родители как-то говорили вы сейчас имеете то что ваши деды не видели вот я уже сказал и действительно люди не 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 способны это ценить быстро привыкают а когда цари даже не имели то что сегодня цивилизованный человек имеет и мне кажется все таки каждый раз надо думать что одно дело что техника и царю когда первый раз поставить телефон он читал это круто его ему проводной телефон поставили сотовый телефон не было у него даже у самых крутых царей в мире поэтому в те времена когда люди видели перемены добрые они просто в восторге были сейчас у нас как-то стали равнодушны а зря надо все-таки наверное ценить положительные перемены ибо эта способность удивляться восхищаться ценить это вот это над присутствием на человеку как одному из лучших творений природы в отличие от других представителей животных мира но этот загнул конечно мне надо заканчивать я уж так уж думаю что то сказать надо рассказать тема была у меня другая но я вот решил все-таки лишний раз с родном екатеринбурге завести речь почему нам вот эти интересные факты не сообщали для чего сообщали бы у нас это знаете еще больше мы прикипели бы туда душой к этому городу приезжаешь и уже знаешь заранее и поэтому естественно скучали бы и старались бы чаще туда приезжать а у нас смотрю в москве собираются где-то готовы встретиться чуть ли не в турции но в екатеринбург не хотят встречаться в отличие от меня видимо их не больно это пребывание в городе грел воспоминания а я на военной кафедру там устроился работать на стройке с торжем в шахтном дворце с торжем в университете лаборантом в разных местах там да и на военной кафедре кстати киномехаником в разных местах с торжем там разных на разных работах и поэтому мне это все иду и эти памятные места вот здесь сторожил я там вот здесь кино показывал вот здесь что-то еще а наши нет только на занятия ходили может быть поэтому их не сильно влечет туда потому что вспоминать кроме университета и общежития у некоторых и общежития не было нечего ну все спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание и